Я правда вижу людей, которым 30 лет И хорошо бы, чтобы их до сих пор поддерживали родители Ты полувозрелый мужик, ну давай как-то сам А он нет, он еще не созрел Бежевая девочка подходит в идеальную пару 50-60% населения мужчин Может ли быть героиня Джулии Робертса с героем Ричарта Гира счастливый? Нет А какой толк абьюзить этих несчастных эмоциональных детей? Она просто сидит вспотевшая Потому что она чувствует себя самый тупой Он тебя быстро туда не дорастит, между вами пропасть Никакого хэппи-энда после того, как они сошлись, не будет И в сказке про золушку будет больно только ей Ты уровнем развития меня, конечно, пониже Я все понимаю Из своего благородства я сейчас буду снисходить Потому что твой партнер, если он не на этом пике Все, ты ему кастрировала яйки И что дальше? Всем привет Вопрос следующий Почему у вас нет денег? Или у нас нет денег Почему нет денег в том объеме, количестве, которое нам нужно? Вопрос вечный Практически на любой ветке спиральной динамики Им можно задаваться На любом этапе развития и финансово, в том числе, им можно задаваться В общем, сегодня будем говорить про деньги Неиспепеляемая тема Меня зовут Ольга Чевыкина Это Рада Русских Вы смотрите Ключи Любви к себе Это наш замечательный канал, где мы даем много бесплатного, полезного контента Пожалуйста, подпишитесь на нас Не забывайте комментарии, оставлять и лайки Аленушка, наш главный редактор, значит, приказала нам порассуждать на тему Почему у тебя нет денег? И где в спиральной динамике ответ на этот вопрос? А поскольку мы уже не раз говорили, что в спиральной динамике есть ответы на подавляющее большинство вопросов С которыми сталкивается человек Мужчина, женщина, человек Ответ там тоже есть Итак Мне кажется, это, наверное, самый надежный метод выяснить, почему у тебя нет денег Это именно спиралка Потому что это стопроцентное попадание И нужно все-таки понимать, что спиралка описывает твой эмоциональный возраст И вот у тебя тело одного возраста, а твое внутреннее состояние, оно часто другого И не надо их склеивать, они разные Да, то есть, слава богу, мир развивается Мы идем к тому, что мы начинаем видеть разницу в чем-то, нюансы, да И как-то углубляться, вот этот вот кругозор появляется И суть в том, что твое внутреннее может быть не такое зрелое, как твое тело внешнее И ты опираешься на свою физическую оболочку и требуешь от себя внутреннего столько же И вот мир же очень много лет категоричен с точки зрения возраста И вот если ты девушка, в 18 с тобой должно вот это произойти В 22 вот это, в 27 же это В 30 у тебя вот это должно быть И к 40 с тобой точно вот это произойдет Все бегут по одной дорожной карте И мы вот в нее уперлись И мы думаем, что и деньги к нам также должны приходить там согласно этому И мы смотрим на других ребят У них 20-летнее тело У них уже есть миллионы И нам кажется, значит, они у нас тоже должны быть Ведь мое тело по возрасту похоже Старше, либо похоже, либо старше Да, либо старше То есть, значит, если я физически зрелый человек И моему телу тоже есть столько же лет, сколько этому успешному Значит, со мной это должно было уже произойти Да, отсюда неудовлетворенность Отсюда вот крах самооценки И, собственно, такая агрессия на внешний мир И далее-далее со всеми вытекающими Разрушение внутренних основ Либо невозможность создать эти внутренние основы И ответ в том, что ваш биологический и физический возраст Может совершенно никак не коррелировать с вашим возрастом эмоциональной зрелости И спиральная динамика нужна для того, чтобы вы туда нырк Занырнули, посмотрели По ссылке, вот можете перейти или по QR-коду То есть мы записали базовый, потрясающий, суперпонятный, суперрожжеванный курс По всем ступенькам Хотите научиться, не знаете, с чего начать Начинать точно нужно с этого Более того, аналогов на русском языке не существует Ну, я уже просто не представляю, зачем жить Если ты этого не знаешь Потому что без этого всё очень больно И всё очень непонятно И ты можешь относить кучу денег наставникам И они тебе это всё равно за миллион не расскажут Это невозможно, потому что нет носителей пока что Да, это инфы И, например, знаешь, когда у тебя происходит зрелость тела Вот тебе 10 лет или 13 Ты смотришь на девочек 17-летнего, 18-летнего возраста Да, и ты вот как девочка такая О, а у них там уже песочные часы, да, фигуры, например Там у них грудь уже, знаешь, оформилась Они вот какой-то женственный А ты всё ещё знаешь, как мальчик-подросток Выглядишь свои 10 или 13 Но тебе понятна между вами разница Что когда я буду там, у меня тоже это произойдёт И вот визуально очень легко определить разницу Сориентироваться и самоуспокоиться Когда мы говорим про внутреннюю зрелость Ты часто её не можешь определить В другом человеке Ты, мало того, даже если рядом к нему Ты не знаешь, как это вообще выглядит Ну, какие-то меры Которые мы, например, объясняем на спиралке Мы объясняем меру, как измерить вообще Твой психоэмоциональный возраст И как измерить психоэмоциональный возраст другого И если бы ты научилась измерять Тебе было бы проще И вот первая причина, почему нет денег Потому что ты просто пока что эмоциональный ребёнок И у детей нет денег И что касается физического тела, это норма То есть если тебе там 13 лет, то тебе дают только на обеды и на завтраки И какие-то микрокарманные расходы родители То есть тебе кто-то даёт эти деньги А когда тебе становится 18, ты делаешь первые попытки работы Ну, такой подросток рабочий И у тебя появляются там уже на тысячи, да, идёт, например, исчисление И ты им тоже дико рад И это твои первые тысячи Да, это приятно И в какой-то момент там первые 10 или 20 тысяч Это классно И когда мы с точки зрения нашего возраста тела смотрим Там более-менее понятно хотя бы, ну, старт всех Что если тебе 13, то как бы измени только карманные расходы И только от взрослых Но если тебе 18, в принципе, можешь пойти попробовать сам Если ты не лентяй, что-то получится И в психоэмоциональном то же самое Например, если ты себя найдёшь на бежевом Ну, не нужно от себя ждать, что ты способен на это Ты не способен Ты маленький Ты правда маленький Настолько, что тебе деньги могут дать только или родители Или если твое тело Выглядит Вау Выглядит взрослым Да Твое тело может быть гораздо взрослее, чем твое психоэмоциональное состояние И в теле женщины взрослой может быть абсолютно бежевая девочка И нужно понимать, что у тебя два варианта получения денег Или тебе всё ещё родители помогают И ты с ними в хороших отношениях, пожалуйста Спиральная динамика вам в этом помощь Или найди мужчину Да, или ты находишь мужчину Но Здесь две глобальные проблемы Никто не умеет поддерживать хорошие отношения Да Потому что, скорее всего, твоя эмоциональная зрелость с твоими родителями тоже не совпадает Поэтому вы в конфликте То есть, да, ты можешь их терпеть Да, ты можешь через силу воли поддерживать какие-то более-менее нейтральные, приятные отношения Но это не очень глубокие отношения И это не близость, конечно Да, это не близость И у родителей часто к твоему 18-летию нет уже к тебе такой лояльности Чтобы продолжить тебе помогать по жизни Они тебя всё равно уже хотят скинуть Что давай, ладно, сама как бы Мы вот всё, что могли сделали, давай сама И вот поскольку ты не умеешь выстраивать классные, долгосрочные отношения с родителями То они перестают тебе помогать в какой-то момент А может быть, твой внутренний возраст всё ещё этого требует Правда, я правда вижу людей, которым 30 лет И хорошо бы, чтобы их до сих пор поддерживали родители Потому что ты никак не перепрыгнешь скорость своего развития Понимаешь? То есть, ну вот в 30-летнем теле у нас ребёночек Правда, его нужно поддерживать Нужна какая-то оберегающая среда Нужна какая-то помощь И это нормально И мы не можем их в этом винить Потому что мы просто привыкли, что если тело взрослое Это значит, что человеку Ну автоматически переносишь, да И ждёшь изрелости ментально от него Ты обрубаешь в нём все эти качества И ты понимаешь, что Не, ну ты полувозрелый мужик Ну давай как-то сам А он нет Он ещё не созрел Он правда ещё ребёнок И я в этом случае, например, да Могу войти в трезвость, что Хорошо, мой психоэмоциональный возраст бежевый Я правда ещё ребёнок, даже не подросток И у меня нет столько ёмкости, столько сил Чтобы вот столько заработать И часто у меня даже нет сил заработать На то, что мне нужно И это не стыдно И меня настолько отпустило ко всем Когда я поняла спиралку Потому что раньше я очень категорично была И я прямо, знаешь, хуесосила Вот эти Да, инфантилов Потому что всё-таки я тоже не понимала До там своих Ну сколько мне было там Не знаю, в 34 я начала Да, более-менее изучать этот материал До этого я не знала такой меры И я тоже не понимала И мне казалось Ну блин, чувак, тебе если исполнилось 18 Так ты иди работай Булки свои как бы в кулак Да, и передвигай И я тоже не понимала Что правда Вот в этом взрослом теле Может быть ребёнок настолько Что он просто не способен И теперь, когда я могу их опознать Я уже к ним очень толерантна То есть, понимаешь Как минимум мне это экономит нервы Потому что я уже не жду Я не рассчитываю Не надеюсь Я как работодатель Более трезвая к ним Я понимаю, что он может сделать Да, он может поодменить Знаешь, там Два часа в день Всё Это вся его нагрузка Но он не станет у тебя руководителем Даже через год, полгода, два Сколько хочешь И вот здесь нужно это в себе узнать То есть, ты должна суметь это опознать Что, а, так я ещё здесь И не нужно требовать от себя Вот так же, как этот чел С Инстаграма в 22 года Заработать эти миллионы Это психически невозможно У тебя нет ничего для этого То есть, тот человек Ничего общего с тобой не имеет Он тебя намного старше И он это может сделать А ты нет И из-за того, что люди Не могут это опознать Признать И как-то выявить Они до посинения бьются И мы получаем кучу Просто, знаешь Избиенных Измученных людей А какой толк? Толк абьюзить Этих несчастных Эмоциональных детей Мы ничего с этого не получим Мы тратим время Им больно Они потом вообще ещё непонятно Когда окремаются Никто не выигрывает Да, ну вот ты одним своим монологом На самом деле Разоболочила по факту Все тренинги Как стать миллионером Миллиардером И так далее Потому что вот эти Ментально зрелые люди Извлекают из этого деньги Они выходят на сцену И рассказывают то, что они сделали Что ты тоже можешь Да, что ты тоже можешь Но это не так Ты не можешь Кто-то из сидящих в зале Быть может Может И он один И он приближается По уровню своего развития Но у него и задел уже соответствующий Поэтому тут без иллюзий Поэтому спиральная динамика Правда в помощь И наш предыдущий выпуск Где мы как раз говорили Про выстраивание отношений Там в основном было Про мужчин и женщин Но это касается И с родителями И с друзьями И с работодателем Это работает ровно так же Поэтому если выпуск пропустили Вы, пожалуйста, предыдущую серию Тоже посмотрите Это для вас будет полезно Ну опять же Вот смотри, например Про степень моей трезвости Я в какой-то момент поняла Почему я с моим И перестала общаться И со всеми родственниками Потому что моя мама И родственники Бежево-фиолетово Да И самая взрослая в семье Была я А их там толпа И они все Качали из меня деньги Причем большие То есть я должна была Содержать маму Ее сестру И мою старшую сестру Представляешь? Да, здорово Да, здорово вообще Веселуха, как хочешь Классный предмет Да, и я поняла Почему я тогда разорвала Потому что для меня Как для человека В своем красном То есть я была тогда Еще в красном периоде То есть для меня Это тоже, знаешь Тележка неподъемная Да, неприемлемо было Это трое, да Даже не на санках Как бы Знаешь, ты их Просто волочишь И это очень тяжело И понятно, что я их скинула Потому что у меня Было вот это Уже внутреннее ощущение Что я расту И что я Если я сейчас Вот это была с возьму То я все Как бы, знаешь Тоже не вырвусь И здесь тоже Нужно суметь опознать А твои родители Вообще способны Тебе помочь А вдруг они тоже бежевые Да Тогда ищи мужчину Который более эмоционально зрелый Вот, но следующий Тогда вопрос Супер логичный И как раз Он вторую часть Нашей беседы составит Что может предложить Более эмоционально зрелому Мужчине Бежевая девочка Может ли Она что-то предложит Это идеальная семья Это идеальная семья Большинство семей Которых ты видишь Именно такие Да И ты прекрасно Вообще их под микроскопом Тоже рассматривала И это чудесно Когда мужчина Эмоционально Не самый взрослый в мире А где-нибудь там Просто взрослее Свои девочки Просто чуть-чуть старше Да И к чему это приводит Она на него смотрит Все равно с уважением Конечно Он умнее И ты знаешь Какое-то состояние Когда ты в седьмом классе А кто-то в девятом Ну встречаться со старшеклассником Будет классная аналогия То есть ты в девятом Все вожди вели этого Все Небольшой разрыв Не надо с 27-летним С одиннадцатиклассником Когда ты в девятом Да И вот Это бежевая девочка Да Все подтверждают Это Мои Да Все там Я чувствовала себя Такой звездой Когда Я была в девятом А мне мальчики с одиннадцатого Говорили, что они все У меня влюблены У меня просто там феерия Знаешь Мой первый мальчик Вова Привет Ты что это Я девять закончила Он одиннадцать Больше никаких других характеристик У него не должно было быть Этого достаточно Этого достаточно И это так и есть И вот Когда бежевая девочка Я тебе так скажу Что Она подходит В идеальную пару Ну Пятидесяти Шестидесяти Процентов Населения мужчин Да Потому что Они не намного дальше Ее эмоционально зрелые И у них будет Хорошая устойчивая пара Потому что Он будет круче Он всегда будет Добытчиком Да Он явно богаче Там на двадцать тысяч рублей Как минимум Да Вот Он что-то им обеспечивает И она его воспринимает Сильнее Умнее Опытнее Старше И соответственно Транслирует ему отношения Он этим подпитывается Будь просто Чуть эмоционально Младше Чем твой мужчина И у вас будет Уже очень симпатично Но здесь Правда Нужно ориентироваться То есть Тебе во-первых Нужно себя Опознать Во-вторых Тебе нужно его быстро Опознать И ты вот эту математику Можешь тогда спаять А как делают девочки Она не может себя определить И потом она делает Миллион вот этих попыток слепых А понятно В какой-то момент Ты шишки набила И ты уже ни во что не веришь А ты может быть Бьешься в одинаковые Знаешь двери Не различая цвет То есть ты бьешься Там в какие-нибудь Бежевые двери Или в какие-нибудь Там не знаю Оранжевые двери А нужно биться Слишком большой разрыв Да По спиральной динамике То есть как бы Оранжевому мальчику Там бежевая девочка Ну плохо подходит Неинтересно вообще И это может быть Только вот эта вот вспышка Вы сошлись на уровне Там гормонов Внешней привлекательности Ситуативной А вот такие красивые Долгие Замечательные союзы Где правильное распределение Гендерное Ролей К которым у нас Цивилизация подводила И она продолжает оставаться В этой же колее Чудесный Замечательный Мужчина Старший Ментальный Альфа-самец Такой Ведущий в вашей паре И ты как бы за ним Да Следуешь И восхищаешься Самое большое Наибалово В этом мире Для всех девочек Это Сказка про Золушку Да Потому что Замарашка Он принц Да Никакого хэппи-энда После того Как они сошлись Не будет Это мы с тобой Про красотку По-моему Тоже рассуждали Да Может ли быть Гирене Джулии Робертс С героем Ричарта Гира Счастливый Нет Ну нет Ну вообще В фильме Она такая Знаешь Активно синеющая В этих костюмчиках Да С шортиками Надо присмотреться Но Вот сама по себе Сказка про Золушку Это наибало Сто процентов Потому что Она Знаешь Там Супербежевая То есть Ей только еду Отсыпают Три рисинки В день Да И тут Ей встречается Пиковый персонаж То есть Понимаешь Да Это очень амплитудная Сказка То есть Ты в самом низу И тебе объясняют Что в принципе Ты сразу перескакиваешь На этом социальном лифте Через какую-то магию Да Волшебную Там Одно платье Типа знаешь Это потребительская сказка Купи себе уже наконец Одно приличное платье Одни туфли И сразу Вот принц тебя заметит Конечно А дальше Я видела такие Реальные истории Что девочки рассказывают Да Она там На своё молодое тельце Там платьишко чёрное Надела Там какие-то Не знаю Серёжечки И пошла Да Дешёвые туфельки А дальше Она рассказывает Что она сидела И стрессовала Три часа Потому что Он её привёл в компанию Они обсуждают Канта Они обсуждают Там не знаю Акции Они обсуждают Там захват мира А она Вообще не понимает О чём они говорят И она просто сидит Вспотевшая Потому что Она чувствует себя Самой тупой И она прекрасно понимает Почему её туда привели Потому что Она просто Там на позиции Какой-то шлюшки Игрушки Да Просто молодое тело Конечно И ей становится Настолько стрёмно То есть у неё ещё падает Самоценность Вообще И вот когда ты В слишком большой амплитуде Поверь Он не сможет тебя Быстро туда дорастить Потому что Ему 60 Тебе Да 20 Он тебя быстро Туда не дорастит Между вами пропасть И в этой пропасти Пострадаешь только ты Потому что Он опытный Да Он опытным Не больно В этой ситуации А неопытным больно И в сказке Про Золушку Будет больно Только ей То есть у неё Так жизнь была дерьмо Тут вроде Что-то наметилось А самое ужасное Что вроде бы Замаячило И кажется Что могло бы получиться Да А потом Её просто эмоционально Знаешь Изничтожит То есть принц Её точно эмоционально Изничтожит Потому что Она не знает материя Она не знает этикет Она не знает три языка Она хабалка Колхозница И что Как её в обществе примут Да Это будет постоянно Вот этот взгляд И всё время Какое-то уничижение Поэтому там Никакого хэппиэнда нет И вот здесь важно Не промахнуться То есть Если ты понимаешь Что ты пока что Там ребёнок Или подросток Эмоциональный И очевидно Что для тебя Это рабочая схема Более эмоционально Зрелого мужчину Да И на него Эту часть То он должен быть Не на много Эмоционально Тебе старше Иначе ничего не получится Он тебя просто Измахратит Ты ещё более Опустошённая Из этого выйдешь Ещё более Неценная Даже для себя И потом ты вообще Уже не понимаешь Кому что предлагать И вообще находишься Какой-нибудь там Как Не сыться Надо брать Да Из этой серии Да Все ответы Все ответы В спиральной динамике На серьёзно И первое На что мы всегда Упираем Это Опознать Определить себя Дальше От тебя Уже расходятся Эти круги по воде То есть Ты себя определила Причём Мы много раз говорили Нет плохого и хорошего Более того Всё динамично Для каждой из нас Я сегодня здесь Через полгода Я уже в другом месте Нет плохого и хорошего Нет стигматизации Никакой Что там ужасно Быть бежевой Можно быть очень приятной Мягкой Классной Бежевой Девочкой И с какими-то уже Такими интересами Из других витков Всё супер Опознала Определила себя Дальше Определяешь Вот эту амплитуду Не слишком большую Вот этот радиус Простраиваешь И у тебя Расширяется Круг восприятия Кому ты можешь быть Интересный Кому ты на самом деле Вот ты прям сказал Идеально подходишь Потому что мужчине тоже Очень комфортно В этой роли Конечно Он тоже тебя ищет Он тебя ищет И он тоже не знает Как тебя опознать Потому что все смотрят На внешность И никто не понимает Как проанализировать А кто же там внутри Да То есть Ну просто у людей Нет пока что Этого знания И нет этого Участка образования И здесь Есть же и другие уровни Да То есть например Там если ты какая-нибудь Ярко-красная девочка Да А у тебя какой-нибудь Там синий Или фиолетовый муж Здесь тоже нужно понимать Да Что уместно делать Что неуместно Да Ты можешь получить деньги Да Ты можешь рискнуть Тебе может Правда Хватить на это энергии Ты срубишь Быстрый куш То есть красные Они как У них же такой радар На быстрые деньги Да И он Этот нюх Правда включается В красный период Да Это подростковый период И вот ты унюхала И ты видишь Что это выгорит И ты быстро в это заходишь У тебя в этот момент Всё остальное Меркнет Потому что здесь Очень много гемификации Адреналина Да Ты чувствуешь Живой себя Наконец И подростковый период Это вот эта Знаешь фраза Я сам И тебе хочется Свои деньги Например Только на этом уровне И Ты их получаешь Во-первых Они Краткосрочные Во-вторых Ты теряешь Партнёра по пути Потому что Твой партнёр Если он Не на этом пике Всё Ты ему кастрировала Яйки И ты можешь И вот этот Свой стабильный Какой-то Да И эмоциональный тыл И финансовый Потерять Краткосрочные деньги Схватила Знаешь Как собачка Там подпрыгнула И что дальше И это тоже Может быть Очень короткая Стратегия Не длинная Не надёжная Не безопасная Не эмоционально Никак И часто У девочек Тоже темнеет В глазах Например Как у мальчиков Когда они видят это Они сразу Херят всё Что было И начинают Дичь Какую-то творить Здесь нужно понимать Что Это вообще Например Для девочки Не очень стратегия Особенности в семье То есть Если ты хочешь Эти деньги Ты должна понимать Что или твоя семья Закончится Или тебе нужно Уже быть без семьи Чтобы по этой стратегии Например Побежать И Это очень стратегичное Знание И нужно Опять же Знать Как закончить этот период Вот ты получил Эти быстрые деньги А дальше Что То есть Их надо Или быстренько Инвестировать Удерживать Повторно Их ставить На чёрное Нет смысла Второй раз Не выгорает Да И нужно Быстро Знаешь Так вот Как раз Диверсифицировать И как-то Более Планомерно Например Вкладывать В сине Развитие И без этой стратегии Ну Ты можешь получить А удержать А приумножить А сделать это Пассивом Например Это тоже Нужно всё знать Я думаю Что у них просто Нету знаний А здесь Общее знание О финансах Не помогает Потому что Это стратегия То есть Твои деньги Это скорее Твоя внутренняя Стратегия Которая только Тебе подходит Да На твой период И Если ты не знаешь На каком-то периоде Куда ты идёшь И кто рядом с тобой Невозможно Вот эту Знаешь Схему Простроить Просто И вот Несколько раз Прозвучало Вот это классное слово Возможно Мы его в заголок Возьмём Или на скриншот Про Не промахнись Потому что Очень легко Промахнуться И очень легко Выбрать Растиражированную Привлекательную Разрекламированную Стратегию Для людей Другого уровня Конечно Она просто На тебя никогда Не налезет Да блин Да у них же получается Да это же работает Вот я знаю девчонок В своём окружении У которых сработало Да для них работает А для тебя не работает Вот тут тоже Большая ошибка Да И вот То же самое Что например Для взрослых Да Внутренне взрослых Девчонок Вот меня часто Спрашивают Ну вот что Ты не выйдешь Замуж Как все Ну богатые Тебе же там Богатые всё равно Тоже мной интересуются Типа Мы же где-то Пересекаемся Говорю вы знаете У меня такая проблема Что никто из них Мне столько не даст Сколько я хочу Потому что я в такой Быстрой динамике Очень быстро То есть мои аппетиты Растут слишком быстро Да я могу Вот со стабильным Богатым мужчиной Сойтись Я прекрасно понимаю Что он хочет Что я ему Могу из этого дать И вообще Я в этом профик Да Ну в плане того Как выстраивать Отношения Но я же понимаю Через сколько я Это всё Перерасту И даже я не вижу Смысла начинать И вот часто Девчонки Например Закисают Да В мужчине Которого они уже Переросли Не понимая Что во сколько То ближайших лет Он вообще туда Даже не сдвинется Не сдвинется Да И знаешь И вот у них Вот это вот Компульсивное состояние И они не понимают Что они уже Его эмоционально Переросли И не нужно От него это ждать И сколько бы ты Не ходила на курсы Как сделать Своего мужика Хулиардера Как ему лучше Сосать Чтобы он там Вдохновился Это не работает Потому что он Вот просто На этом периоде А там емкость денег Определенная И ограниченная Ну и желание То есть Да у него и энергии нет Чтобы больше Энергии нет Потребности такой нет Задачи такой нет Интереса такого нет Просто это нужно принять У нас предыдущий выпуск Про то же самое Ну ты можешь Договориться Сама с собой Приняв осмысленное Взрослое Ментальное решение Что Есть другие вещи Которые в нем Тебе цены И Отъебись уже От него С этими деньгами Вот есть этот Прекрасный уровень Который он тебе обеспечивает Будь благодарна Вот разделяете Это все круто И дальше Ты уже можешь И сама позарабатывать Вот это такая Следующая тема Интересная Прикольная Потому что Мы-то все время Воду на эту мельницу Лили Тоже по недоразумению Простите нас Потому что Ну ты хочешь Работать на определенный слой На определенную часть аудитории На то Что тебе лично Уже созвучно А так-то Конечно же Вот интереснее Разбирать это все В совокупности И там Тоже нужно мягко Зарабатывать самой Как ему это преподносить Чтобы его это не ранило Потому что Опять же Вот это вот Смешение ролей Начнется Я например В таких ситуациях Просто не рассказывала Сходка Да Тоже выход Не рассказываешь Не афишируешь У меня такой опыт Тоже был И это окей Это нормально Ты просто понимаешь Что происходит Поэтому Драмы ни в чем нет Трагедии ни в чем нет И нет У тебя Непонимания Причины следственных связей Когда ты разобралась По спиралке Только и всего Все становится Понятно И совершенно Не обязательно Вот Грубо говоря Сейчас Вот такие Женские секретики Да Посвящать его В это сакральное знание То есть не надо Ему объяснять Что знаешь Ты уровнем развития Меня пониже Я все понимаю Из своего благородства Я сейчас буду Снисходить Тут как-то На это глаза закроют Тут Не нужно этого Ничего Важно разрешить Свой внутренний конфликт Когда ты его разрешила У тебя Не остается вопросов А еще раз Смотрите Наш предыдущий выпуск Вы сопрягаться Можете в чем-то Одном А в другом Не сопрягаться И в разные периоды То есть если ты была Бежевая девочка Нашла себе Прекрасного Фиолетового принца Не надо брать Желтого Возьми Фиолетовый принца Тоже в принципе Тебе Более подходящее А потом В какой-то период Ты его там Где-то переросла Обнаружила себя На красном Так это можно Все Прекрасно балансировать То есть во-первых Не надо от него ждать Что он тоже сейчас Насренько догонит Во-вторых Не надо его там За это как-то винить Да Вот это понимание Оно и тебе дает бонусы И в принципе Тем, кто тебя окружает Тоже очень Оберегающая тема Ну правда Вот я сейчас Супер оберегающем Периоде С вами зеленым И я везде Вижу эти запчасти Потому что Правда Это бережет Семью Отношения Бизнес Партнерство Все бережет Вообще То есть это такая Супер Энергосберегающая Тема И Ты понимаешь Что например Он там Ты тут Ну А потом он еще Хоп куда-то И это динамика И нужно все время Ориентироваться И то что ты Когда-то была бежевая И нашла себе Фиолетового принца Не знаешь Что так будет До конца жизни Нет не будет Через сколько-то лет Ситуация изменится А потом еще раз изменится А потом еще раз И что Каждый раз нового принца Как бы Их уже разобрали Возможно Да Как-то Верка все решила Да Принцев мало И на всех их не хватает Вот И просто Вот эту динамику Выстраивать Своего внутреннего Его Да В чем-то поддерживать Потом еще Детей нужно Тоже адекватными В этом плане Воспитывать Потом еще Там с родителями Да Как-то вот это Вот все Сонастраивать И на самом деле Если ты Софтовый А это софт Спиралка Это софт То Все к тебе Очень позитивно настроены Милая Мягкая коммуникация Дает Неожиданные Приятные Бонусы По жизни И я уверена Этот выпуск Несколько раз Потому что он Содержательный Классный Многослойный Делайте скриншоты Записывайте с экрана Прикладывайте ссылочку Чтобы девчонки Которые вас читают Смотрят в ваших Социальных сетях На ваших страничках Это увидели Поделитесь этим знанием И мы не прощаемся Мы продолжаем Генерировать Создавать для вас Огромное количество Полезного Содержательного Контента На канале Ключи любви К себе Поэтому тоже Подпишитесь Это будет точно Не лишним Для вас же Вот в такой синергии Мы как авторы Как команда Как создатели Вы как наши зрители Продолжаем Наше поступательное Движение И маршрутная карта У нас это Пожалуйста Курс по спиральной Динамике Дающий отмычки К секселярду Ситуации С которыми Вы сталкиваетесь Ежедневно Дорогая Благодарю тебя И до встречи А кто я Чем я хочу заниматься На самом деле Меня этот вопрос Мучил очень много лет Реалити Катя Сама с собой пережила Обучаясь И сейчас я тоже могу Картинку видеть цельно Ну развидеть уже Не получится А когда ты подрастаешь Как личность Моя работа Это есть моя жизнь Такие девчонки Они очень сильно меняют Вообще рынок И представление о профессии Все в его жизни Теперь твоя ответственность Ну это очень легко Рассчитывать Да То есть ты сделала Икс 10 за 2 года На смыслах На визуале На эмпатии Если бы люди понимали Что монетизируется Абсолютно все Они бы давно Все начали делать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова